Мы продолжаем двигаться дальше. Просто будьте в духе. Внутренно молитесь, говорите с Иисусом. Когда вы слушаете Слово, продолжайте говорить с Иисусом. Не торопитесь смотреть вокруг, продолжайте быть с Ним. Вы знаете, служение Богу здесь, на этих собраниях, на богослужениях, это священнодействие, это таинство. Давайте мы оставим за собой решение сохранять это таинство. Недаром о священниках написано, что они сохраняют таинство веры в доброй совести. Есть вещи, которые должны остаться таинством. Мы иногда бежим, как проповедники, распечатывать скорее тайну, чтобы сделать ее достояние в общественности. Но нам надо сохранять. И священнодействующие люди, они сохраняют таинство веры. Есть вещи, которые должны остаться тайной. Не торопитесь ее открывать. Вообще, кто носит, кто ходит разносчиком чужих тайн, того скоро сочтут злословищем. Он глупый. Тайны чужого не открывай. Человек, который открывает тайны чужого, он нечестивый. Нам нужно быть хранителями тайн. Так учат священное писание. Я просто имею побуждение коротко зачитать пару стихов из Псалма. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Представьте, в пустыне Иудейской. Мы смотрели на эти горы. Мы были в пустыне Иудейской. Там десятки, может, десятки видов колючек. Всякие разные насекомые опасные. Есть скорпионы и змеи. И ты не можешь там пойти босиком, потому что ты обязательно будешь весь в раненые ноги. И вот Давид в пустыне Иудейской. Жара, зной, солнце. Может быть, палящий ветер. И он начинает молиться. Как ты будешь там молиться? Я помню в этих диких местах, в которых я приходил, я пытался включать техники. И техники не работают. Я молился по Отче наш, молился по пробежке, по радуге. И это все так глупо. Ты выходишь на дикое место. Небо. Нет людей, нет цивилизации. Просто пустыня. Ты становишься там и просто так глупо молиться в системе. Ты начинаешь искать его духом и не можешь найти. Это хорошо. Бог не сразу приходит и открывается. Он позволяет нам купить путь. И ты начинаешь переходить на другой уровень. И начинаешь искать внутри себя что-то то, что даст этот звук. Ненемощный голос городского жителя, поверхностного, обывателя, который вырвался на день-два в пустыню, чтобы найти Бога, и потом снова нырнет помазанный, рассветший, обогащенный, насыщенный. И вот эту спесь Господь сбивает, уклоняясь от нас. Он просто ничего не делает. Он просто молчит. И мы сами умираем, корчимся в своем бессилии. И это хорошо. И Бог хочет, чтобы мы подали звук, чтобы мы дали Ему Дух, голос Духа. И этот голос Духа Он ждет. Слова бессмысленны, в них столько пустоты, столько шлака. И Господь ждет голос Духа. Может быть, то пение, которое мы слышали. Боже мой, Боже мой, где Ты? Я думаю, что Давид знал, как молиться. Его молитва неповторима. Он не имел аналогов. Когда мы читаем молитву Моисея, мы читаем молитву Самуила, мы читаем молитву Авраама, вы знаете, я могу отличить молитву Авраама от молитвы Давида. Да, точно. Я чувствую эту разную генетику. Молитва Авраама отличалась от молитвы Давида. Давид – сладкий певец. По сердцу Господа. Я могу отличить молитву Апостола Павла от молитвы Давида. И Господь не изменился. Он ждет наших молитв. Такой молитвы, как из знойной пустыни, которая бывает не каждый день, а в определенный сезон издвигов, когда Господь сдвигает тебя и приводит к финишной черте, чтобы перейти тебя в новое начало, перевести. И вот он оказался случайно, но не случайно в пустыне иудейской. И начинает молиться. И молитву начинает он с одного – Божий. Боже! Вы знаете, какая в этом мощь? Боже! Он не говорит Господь, Он не говорит Отец, Он не говорит Ему Эль-Шадай, Он не говорит Ему Нисси, Он не называет Его Иеговой. Он молится. «Боже! Ты Бог мой! Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя. По Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Тут не хочется толковать ничего, но просто Он открывает Ему свою беспомощность и свою зависимость. Он открывает себя. По Тебе томится. «Я не читал таких молитв у Авраама. Я не слышал таких молитв у Адама. Я не читал таких молитв у Самуила. Я читаю эту молитву у Давида. Он первопроходит с Духа». Почему Господь назвал последнюю структуру мехов апостольской церкви в Скинии и Давида? Потому что там будет восстановлено служение поклонения. И не музыкального только лишь служения. Да, мы сегодня нуждаемся в очень качественном ведении, премудрости в отношении поклонения. Потому что поклонение – это выражение нашей речи. Это наша культура с Богом. Это как мы Его чувствуем, выражаем свою веру, говорим с Ним, как мы к Нему относимся. Если у нас согласие с некачественным поклонением, если мы с Ним в годами возимся в некачественном прославлении, мы соглашаемся с тем, что с Богом можно так. На очень ограниченном словарном запасе. Значит, мы так Его оценили. Мы нуждаемся сегодня в очень мощном, славном, прекрасном, зрелом, многоуровневом служении поклонения. Но здесь даже больше. Здесь Дух и природа. Здесь измерение. И Он говорит, «По Тебе томится плоть в земле пустой и соши безводной». Для чего она томится? И Он открывает секрет. Зачем Он здесь? «Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как Я видел Тебя во святилище». И однажды Давиду было дано увидеть Господа во святилище. Он пережил там что-то удивительное в своей жизни. Это изменило его. Давид изменился. Он видел Господа во святилище в своей торжественной красе. Он видел Его окруженного честью и достоинством. Потому что Бог во святилище Он – Бог славы. Он в своем месте. Бог во святилище находится в месте правления. Правление, царство. Потому что Бог во святилище. Вот почему высшая категория людей, которых только может достигнуть человек, это цари и священники. Потому что Бог – во святилище. И это связано со священством. Мы не можем быть с Богом без того, что мы будем в измерении священства. если мы хотим быть ближе к Нему во святилище, нам нужно быть в познании глубины священства. И Он сказал, зачем Он там? Чтобы видеть силу Твою и чтобы видеть славу Твою. И Он захотел снова этого переживания и говорит, «Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста Мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни Моей. Во имя Твое вознесу руки Моей. А мы возносим руки во имя Его». Когда спонтанная духовная реакция на присутствие Духа вскидывает наши руки. А даже один Божий человек видел, как другой вскидывал руки, и он увидел, что когда он вскидывает руки, то происходит сдвижение в небесах. И он сказал ему об этом, и тот понял, что так оно и есть. Потому что когда руки Твои вскидываются по побуждению Духа Святого, то происходит сдвижение английских сил. «Как туком и элеем насыщается душа моя». Туком и элеем. Человек, который даже принимает тук и элеем, даже вовнутрь, научится даже радоваться пище, научится радоваться духовным дарам, духовным встречам, любым подарком, даже маленьким, это привилегия царей. Как туком и элеем насыщается душа, а Твоя душа насыщается, туком и элеем насыщается душа. Представляете, как жил этот пророк? Он насыщался жизнью. Сегодня ты встречаешь уставших людей, так неинтересно, приходишь с таким настроением благоговейного трепета перед Богом, попадаешь в общество, и у тебя все падает. Ты понимаешь, что эти люди не любят жизнь. Ты начинаешь что-то делать, что-то мыкаться, тыкаться, а они еще сильнее убивают тебя, разочаровывают. Им не нравится тук и элей, им не нравится насыщаться жизнью. Господи, Господи, воздвигни сыновей своих из праха. Господи, подними истинных детей ревеки. Господи, воздвигни сынов Исаака, который знал, что такое ужас Божий и мог ценить свое новое воскресенье. Можешь ли ты насыщаться жизнью? И Он говорит, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои, а голос твой может ли быть радостный? Даешь ли ты Богу радостный голос? Если выключить все прославление, когда ты поешь, что у тебя будет за голос? Если озвучить только тебя, когда ты молишься, можешь ли ты дать Ему сегодня радостный голос? Глазом радости восхваля тебе уста это что-то очень агрессивно активное. Это инициатива, которая принадлежит пророку. Он выдает Богу глаз радости, дает Ему глаз радости. И ты чувствуешь среди мертвых людей, как будто ты как клоун на кладбище. Они разглядывают тебя. И берут твою силу на время, но не меняются. Что делать? Бог воздвигни истинных сынов Исаака и воздвигни истинных детей Ревеки. Потому что Авраам и Сара уже дали. Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, о учении, как ложиться спать, учение, как надо спать, кто-то падает и лучше бы не думал, лучше бы сразу уснул, греха бы меньше было. Кто-то падает просто как животное. И нет, человек встал, обтер рот, умылся. Ничего ночью не было, ничего ночью не произошло. В такое дивное тайное время ночи, когда ночь передает ночи знания, когда тайные ангелы высвобождаются и приходят к святым просто спать. И он говорит, когда я вспоминаю о тебе на постели моей и размышляю о тебе в ночные стражи, Господи, воздвигни этих сынов, подними детей Авраама. Пусть взойдут настоящие сыны, сыны Авраама, глубокие художники, настоящие дети пророков. Размышляю о тебе в ночные стражи, ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. Тени крыл. Боже, как залезть под это крыло? Как ощутить свой мир, мир под твоим крылом? Как я могу почувствовать на своем лице нежное прикосновение перьев? Как я могу попасть в этот мир измерения, чтобы так говорить о твоем присутствии? Чтобы так назвать твое присутствие? в тени твоих крыл я покоюсь, я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня. Да, Господь, твоя десница поддерживает меня, потому что к тебе прилепилась душа моя. к тебе прилепилась душа моя. Где ты можешь взять эти слова? Если бы ты никогда не слышал их в Библии, мог бы ли так сказать великому Богу, который сотворил всю вселенную, к тебе прилепилась душа моя. Давид, человек ли ты? как ты можешь быть таким прекрасным? Что отличает нас? Деда, берешь такие слова, к тебе прилепилась душа моя. к тебе прилепилась душа моя. Десница твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, да, есть такие. Неужели ищут погибели душе моей? Да, точно. Ищут погибели душе моей. Я не ищу. Я не хочу. И он говорит, сойдут в преисподнюю земли. Почему ты так говоришь? Ты что, не можешь им дать благодать? Но скажи, что Господь прости их. Это же просто. Он соврет. если он скажет, чтобы Господь их простил, он соврет. Потому что после такой славы есть только тьма. Есть только слава и тьма. Почему бесконечность в небе, стратосфера черная? Потому что там очень яркие светила. я даже думаю, что если бы светила погасли, то стало бы все светло в стратосфере. Но стратосфера чернее от того, что чем ярче светила. Есть престол и есть погибель. И он не врет. Он говорит правду. Он говорит, те, которые ищут погибель души моей, сойдут в преисподнюю земли. Сразят их силой меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге и восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду. Аллилуйя! Мы благословляем тебя, наш дивный царь и творец, тот, который поднял первосвященника и дал ему священство вечное, сказал, клялся Господь и не раскаивается, ты священник вовек почил Мехиседека. И сегодня я благодарю тебя за такое прекрасное сердце. Я даже не могу поверить, что это сердце человека. Сердце Давида, как прекрасный гранат, который разломался и источает из себя силу крови, драгоценной прекрасной крови. Я сегодня махадатайствую и вызываю эту апостольскую мантию, о которой мы говорили, и она не из материи, не из кожи, она из сынов Авраама, из дочерей Сары. Эта мантия, вижу ее, она летит и приходит на восток, но она из людей. Это не мантия из материи или из облаков, это мантия из свидетелей. Они сами собой несут измерение. Человек, сын Адама, созданный для Бога, освобождает свой колодец из самой глубины и подает голос Духа в пустыне. О, Бог, как ты хочешь этих молитв! Как ты хочешь высвободить этот зов, этот голос! Подними его сейчас, в эти дни после Рос Хашана, предъем кипуром, в эти дни молитвы и покаяния, очищение, освобождение, подними истинный голос, подними истинных пророков сегодня, которые заразят Божьей любовью, которые зажгут сухие кости, которые зажгут мантию на спине избранных детей твоих, которые скинут с себя ежедневно ежедневную пыль мрака, идущего в небытие, высвободи эту вечную жизнь, это дыхание в церковь, подними эту силу жизни, подними этих детей твоих, которые как цветы, как сказал этот пророк, сойду в сад свой, посмотрю на лилии, и сегодня, Господь, ты сходишь в сад человеческих сынов и дочерей, и ты хочешь увидеть лилии, лилии нашего духа, лилии наших душ, о Бог, и прости меня за столько много слов, может быть они были немножко красивы, прости, если они должны сжечь как жгучий ветер, дай тогда, забери другие слова, пусть они жгут, но высвободи сегодня настоящую любовь, как я видел тебя во святилище, аллилуйя, слава, я еще хочу поделиться откровением, и мы будем молиться, с братьями сегодняшней, сегодняшней, которое пришло для нас, слава Богу за Духа Святого, который говорит и дышит, с братьями и сестрами сбираемся на гору, подъем нелегкий, Некоторые говорят, зачем пошли этим путем, было бы легче, если бы ее обойти и пойти по другому склону, там есть ступени, но никто никого не заставляет, есть выбор, можешь идти тем путем, наш путь этот, отвечает наш путеводитель, Завравшись на пик горы, не зная сколько прошло времени, прилетает огромный орел белого цвета к человеку Божьему, они смотрят друг другу в глаза, как будто происходит контакт между ними, затем орел распахивает крылья и покрывает Божьего человека, как бы защищая это было удивительно и захватывающе некоторые хотели прикоснуться к орлу но он не давал этого сделать Божий человек говорит каждому из вас должен прилететь свой орел и у вас должен произойти контакт вот то что сейчас я делаю здесь сегодня я освобождаю орла из нашего духа из нашего посредственного поверхностного христианства из наших предсказуемых богослужебных практик твой орел на свободе знаешь ли ты знаешь ли ты своего орла смотрел ли ты в его глаза видел ли ты своего орла некоторые хотели прикоснуться к орлу но он не давал этого сделать Божий человек говорит каждому из вас должен прилететь свой орел и у вас должен произойти контакт еще было сказано что если не произойдет этот контакт то не сможет пойти дальше так как там новый путь где нужна помощь орла тут стали прилетать разные орлы но они будто из одного рода с белым орлом было такое ожидание и трепет и некоторые стали доставать хлеб чтобы этим привлечь орлов но это не помогало так как орел будто видел что внутри человека его дух и сердце красота потрясающая красота аллилуйя господь крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего его Субтитры создавал DimaTorzok